Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Число проституток в больших городах увеличилось во много раз Притоны, дома свиданий, уличный промысел приобрели невиданный раньше размах Проблемы, которые встали в начале 20 века, они были обозначены, что делать с проституцией, что делать с подростковой сексуальностью, что делать с гомосексуальностью, что делать с эротическим искусством. Эти вещи не имели решения. Это был период относительной дезорганизации, потому что старые нормы, семейный уклад, моральные ценности, которые замыкались на религию, они оказались подорваны, а новых не сложилось. Поначалу попытки сформировать эти самые новые нормы были самыми дикими. Одна крайность, основанная на церковных запретах сексуальности, переросла в другую, построенную на принципе полной вседозволенности. Попробуйте представить себе демонстрацию совершенно голых людей на Красной площади. Не получается? А ведь это было. И не один раз. Они устраивали демонстрации, на которых, ну, на самой большой демонстрации, она состоялась на Красной площади в 24-м, 25-м, 26-м, 27-м и 28-м годах. Так вот, в самой большой демонстрации принимало участие более 10 тысяч человек. А во главе этого дикого шествия следовал, в чем мать родила, большевик со стажем, любимец Ленина, блестящий публицист и работник комиссариата иностранных дел Карл Радек, бессменный лидер движения «Долой стыд», которое и было инициатором и устроителем описанных выше демонстраций. В собрании сочинений Михаила Булгакова, в одном из томов которого собрана его переписка, имеется любопытнейшее письмо от некоего товарища Пивня. Пишет он так. Все было тихо, все очень хорошо, и вдруг пущен был слух по нашей уважаемой станции Гудермес Северокавказской железной дороги, что якобы с поездом номер 12 в 18 часов приедут из Москвы все голые члены общества «Долой стыд». Интерес получился чрезвычайных размеров, в том числе женщины говорили «Это безобразие», но однако все пришли смотреть. А другие говорили «Будем их бить». Одним словом, к поезду вышел весь Гудермес в общем и целом. Ну и получилось разочарование, потому что поезд приехал одетый с иголочки, за исключением кочегара, ну и то только до пояса. Но голого кочегара мы уже видали, потому что ему сажа вроде проза одежды. Таким образом, все разошлись, смеясь. Но нам интересно, как обстоит дело с обществом и как понять их поступки в Москве. Булгаков на это письмо ответил так. Товарищ Пивень, сообщите гудермесцам, что поступки голых надо понимать как глупые поступки. Действительно, в Москве двое голых вошли в трамвай, но доехали только до ближайшего отделения милиции. А теперь общество ликвидировалось по двум причинам. Во-первых, милиция терпеть не может голых, а во-вторых, начинается мороз. Так что никого не ждите, голые не приедут. Ну а как же зимой-то твои эти долой стезисты обходились? Беспорток-то холодно, мороз. Даже по гудермесу из штанов не пробежишься. Ну, вообще-то проблема. Ну, ее решали по домам. Да-да-да. Спасались от стыда. Вот у буржуй, у батарей. Ну, а с первыми весенними листочками опять все появлялись на улице. Здрасте, здрасте, здрасте. Вот как описывает демонстрацию долой стыдистов в Москве на Кузнецком мосту некто по фамилии Кникерборгера. Это его статья появилась в одной из немецких газет. Большинство коченевших обнаженных несли плакаты, которые призывали население последовать их примеру и объявляли всех, кто носил одежду, рабами буржуйской отсталости. Предателями классовой борьбы. Движение остановилось. Собралась толпа. Хулиганы насмехались. Бесстыжие промашировали, остановились на площади. И один из самых горластых из них обратился с горячей речью к толпе. Стыд, заявил он, есть самый худший бич, доставшийся от царской эпохи. Мы, кричал он, уничтожили это чувство в нас. Но в этот момент несколько разозленных, полностью одетых молодых людей, закричавших «дурак», атаковали его и разогнали собрание. Газета «Красный Крым» писала. 26 сентября на улице Севастопольской приблизительно в 4 часа дня появились 5 совершенно нагих мужчин и женщин. Через плечо лента долой стыд. Скопилось много народа. Весь базар ринулся сюда, остановился трамвай. Милиции для наведения порядка пришлось пустить в ход пожарную машину. 5 струй воды помогли разогнать тысячи людей. Виновники суматохи скрылись в одном из постоялых дворов. Кстати, популярное теперь движение нудистов основано большевиками. Коммунистами прежде всего российскими, но и западными тоже. Они считали, что одевается буржуазия, потому что она толстая, и ей надо прикрыть свои телеса на этой неправильным трудом. А рабочим, большевикам стесняться совершенно нечего. Советская власть, которая провозгласила полную и безусловную свободу, оказалась в затруднении. Как сохранить эту самую полную свободу и все-таки убрать голых граждан с улиц и площадей городов? Совет народных комиссаров поручил решение этого вопроса комиссариату по здоровью. Старый большевик, товарищ Семашко, который на тот момент возглавлял здравоохранение страны Советов, выход нашел. Было выпущено официальное заявление, в котором обществу далой стыд, была объявлена благодарность за то, что оно обратило внимание населения на пользу свежего воздуха и солнечного света. Но дальше товарищ Семашко с прискорбием обращал внимание граждан на то, что воздух городских улиц перенасыщен пылью бактериями. Они, где крайне вредны для человеческой кожи, а посему было бы благоразумно, чтобы впредь никто не появлялся на переполненных улицах города без должной и достаточной одежды. За нарушение штраф. Закономерность, логика развития общественного такая. Не перегнешь, не согнешь. Поэтому перегибы, мы все время допускали и в политике, перегибы, а потом их исправляли. Тоже было и в сексе. Абсолютно тоже. Вот в сфере сексуальной культуры, общественных отношений, то же самое происходило. И вот те создаваемые лиги сексуальных реформ, высмеянные Ильфом и Петровым, да, они и в реальности-то ведь существовали. И общественные организации, которые провозглашали абсолютную сексуальную свободу, более того, власть им как бы попустительствовала. Она вот считала, что вот таким образом люди, ну, как-то вот включаются в революционный процесс. То есть, если ты декларируешь сексуальные свободы и таким образом себя ведешь, то ты как бы поддерживаешь тем самым революционный процесс. Революция 1917 года резко изменила общественное представление о том, насколько свободно и активно в сексуальном плане может себя вести порядочная женщина. Революционерка Александр Калантай писала, «Женщина, свободная и равноправная труженица, будет сама выбирать себе мужчину по первому влечению, как пчелка трудовая». Мужчины, естественно, на это дело смотрели несколько иначе. Им более приятным казался другой подход к свободе отношений полов. В 1918 году в городе Саратове был образован некий анархический совет. И на полном серьезе он занимался вопросом общности жен. И даже был выработан проект. Да, отныне все женщины становились собственностью всей страны. А мужчина-гражданин мог пользоваться женщиной не больше трех раз в неделю. Ну, вообще-то правильно. Надо же было сохранить силы для работы, для производства. Да, чего силы-то зазря тратить. Верно? Ну, конечно, эта глупость не нашла реального воплощения в жизни. Но для того времени была довольно типичной. Приветствовалась свободная любовь. Романтика и ухаживание считались пошлостью и мещанством. К сексуальным потребностям относились как к элементарному голоду или жажде. В газете «Комсомольская правда» от 15 августа 1925 года в статье «Половой вопрос и комсомол» читаем. Вполне естественно, что комсомольцы в первую голову объявили войну семейному укладу, поповской морали и всякой другой буржуазной чертовщине. На вопрос «Вы пользовались когда-нибудь проституцией?» пишет автор статьи. Один из комсомольцев ответил мне «Нет, мне это ни к чему, потому что при желании я мог бы обладать всеми комсомолками, которых знаю». Революционеры разрушили не только страну, не только строй, не только домострой, на котором все-таки держались многие семьи, но и разрушили нормальные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И низвели до удовлетворения инстинкта. Идея свободы сексуальных связей особенно привлекала молодежь и получила широкое распространение среди комсомольцев. Радикалы утверждали, что женщина, отказывающая сексуально озабоченному товарищу в удовлетворении его основного инстинкта, проявляет мелкобуржуазные настроения и не может считаться сознательным борцом за построение нового общества. Мало кто знает, что в первом уставе комсомола было положение о том, что каждая комсомолка обязана по просьбе другого комсомольца ему отдаться при условии, что этот комсомолец заплатил, естественно, членские взносы. То же самое касается и комсомольца. Значит, в первом уставе это было напечатано. В последующие уставы это не вошло. Документы комсомола примерно тоже до 30-го года переполнены жалобами комсомольцев, которые жаловались на девочек-комсомолок за то, что те им не отдались. Молодые комсомольцы требовали от комсомолок очевидное исполнение, ну, не запружеского мы не можем говорить, а революционного долга. Если дойти до гротеска, который тогда проповедовался, что все женщины общие, вот ведь были же даже такие высказывания, но, соответственно, все девушки-комсомолки тоже общие, то раз ты сдаёшь, как там такой абсурд, если мы платим комсомольские взносы, то мы имеем права, в том числе и права на удовлетворение наших физиологических потребностей. В архивах сохранилось несколько сотен протоколов комсомольских собраний, на которых рассматривались заявления ущемлённых в своих правах комсомольцев. В заявлениях этих молодые люди жалуются на девушек-комсомолок, что вот, дескать, он подошёл к ней, пригласил её к себе или предложил заняться сексом, а она ему под каким-то предлогом отказала. Подобное нарушение комсомольской этики, комсомольской дисциплины, а главное, новой коммунистической морали, вполне серьёзно осуждалась. А вот на автомобильном заводе была очень интересная дискуссия, имеет ли право отказывать комсомолка, комсомольцу во время месячных. И после четырёхчасовой дискуссии постановили, что всё-таки месячные охоте являются пережитком буржуазного строя, но они есть, с этим надо считаться, и мы хоть сторонники новой морали, но люди гуманные, поэтому четыре-пять дней в месяц комсомолка может комсомольцу не отдаваться. Впрочем, были и заявления от молодых женщин, которые возмущались этим, и даже говорили, что если комсомольцы будут принуждать их к сексу, то они из комсомола выйдут. В 1923 году эта дискуссия стала всероссийской. Проводились комсомольские собрания по поводу коммунистической этики, где теоретически решалось, поддерживать эту линию или нет. Постановили поддерживать. И вскоре уже партработник Марков, чьё высказывание приводит в своей книге «Вопросы быта» Лев Троцкий, утверждал, что на нас надвигается колоссальное бедствие, в том смысле, что мы неправильно поняли понятие свободной любви. В результате получилось так, что от этой свободной любви коммунисты натворили ребятишек. Если война дала нам массу инвалидов, то неправильно понятая свободная любовь наградит нас ещё большими уродами. После Октябрьской революции, когда была дезорганизована брачно-семейная жизнь, громадное количество внебрачных детей, неясности с половой моралью, что допустимо, что недопустимо, многочисленные мелкобуржуазные теории о том, что никакой половой морали быть не должно, знаменитая теория стакана воды, что при социализме всё будет удовлетворить половой инстинкт, так же просто, как выпить стакан воды. В приватной беседе даже Владимир Ильич Ленин не сдержался и довольно хлёстко прокомментировал сложившееся положение на сексуальном фронте. Хотя и меньше всего мрачный аскет, сказал вождь пролетариата, но так называемая новая половая жизнь молодёжи, а часто и взрослых, довольно часто кажется разновидностью доброго буржуазного дома терпимости. А в беседе с Кларой Цеткин Ильич высказался ещё более жёстко. Нездержанность в половой жизни буржуазна. Она признак разложения. Любезничай, это что ж такое, а? Сегодня утром вы считали меня спятившим с ума, когда я спал одетый, а сами, ай-яй-яй-яй-яй, спали в детство? Да нет. Я всё детство мечтал о таком велосипедике, а маму купить не могла. Но вы считаете, что вам повезло? Мне тоже, что мы жили рядом с мамами. В 20-е годы революционно озабоченная общественность считала воспитание ребёнка в семье ужасным и режитком. Да, так что давайте скажем спасибо нашим родителям. Комсомольская правда за 25-й год. Читаю. Жена буржуя такая же частичка его собственности, как висящая на стенах его гостиной картина в золочёной раме. Дети тоже его собственность, их назначение продолжать его род и быть наследниками его имущества. Считалось, что в Советском Союзе заботу о детях должно взять на себя государство. Обсуждалось это очень широко. В том числе и в прессе. И по понятной причине, фантазией фантазиями, но детские сады, если получившие распространение повсеместно, действительно стали огромным подспорьем женщинам, которые теперь работали наряду с мужчинами. А ведь тот, кто не работал, у нас был тунеядец. Женщина могла не работать лишь до определённого возраста детей. Она должна была выйти на работу и работа детей в сад, в младших сад, в старших школу, в самых старших в армию и сама к станку. И она не могла у станка не стоять, потому что мужчина не имел возможности зарабатывать столько, чтобы содержать семью особенно большую. И это была форма социального угнетения. Но, говорили некоторые, сады и ясли, это только начал. В будущем матери будут лишь рожать детей. Остальное не их проблема. В 1967 году режиссёр Евгений Шерстовитов снял фильм по знаменитому роману Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Роман этот, помимо фантастических космических перелётов и борьбы с тёмными силами пришельцев, интересен ещё и тем, что в нём нарисована модель принципиально нового общества, в котором дети не живут с родителями, а воспитываются в огромных детских домах, где им, естественно, очень хорошо. Чем не воплощение мечты ревнителей социальной революции? Этот фильм я хорошо просто помню, знаю, мне пришлось в нём сниматься. Вот там молодое поколение Земли в юности, оно принимает клятву для приобщения к космическому братству и верности службе. И вот эта идеология и всё, это сказка. Это, конечно, мифология такое. В реальности построить нельзя. Но ведь пытались. Пытались убрать из каждодневной жизни всё, что объединяло людей в семье. Достаточно посмотреть на реализованные проекты жилых домов архитекторов 20-х годов. В квартирах есть всё, кроме главного для современного человека – кухни. Первоначально и знаменитый дом на набережной был именно таким. Их строили вполне серьёзные архитекторы. Они достаточно качественно построены. Теперь они переделаны. Но эти архитекторы – молодые люди, как правило, коммунистических убеждений. Архитекторы, строители – были свято убеждены, что готовить никто не будет. Больше того, считалось, что коммунисты, они же вообще идейные, они будут свято дружить с другими коммунистами. Поэтому в этих новых домах строились коммунальные квартиры специально. При этом кухни не было совсем, скажем, на квартиру, где проживают шесть семей. А туалет был один. Ну, жизнь в коммуналках была нормой. Но и советские вожди тоже жили в коммуналках. Да-да-да. Когда они переехали из Петрограда в Москву и поселились в Кремле, тоже жили в коммуналках. Подожди, подожди. И вот так вот и жили шесть семей на один туалет? Ну, не совсем так. По две семьи в одной квартире. Да. Ну, могли, конечно, занять роскошные апартаменты, большие квартиры. Но хотели именно так, коммунально. В любом новом социальном явлении есть как свой позитив, так и свой негатив. Любая сексуальная революция в основе ее такое здоровое движение, а на поверхности этой волны всякая мутная пена, шелуха. И нельзя одно принимать за другое. Ну, вот за советский период, хоть и формально, но было достигнуто очень много. Было достигнуто того, что были женские определенные квоты. Ну, не знаю, в образовании, в руководстве, в парламенте. И хотя они носили такой фасадный характер, но все равно мужчине все решали. Но вместе с тем роль женщины, матери, мать-героиня, вот все эти достижения власти, они хоть очень, не очень формальны, но в совокупности они сделали очень много. Два декрета за подписью Ленина об отмене брака и о гражданском браке, о детях и о внесении в акты гражданского состояния, изданные 19 и 20 декабря 1917 года, предоставляли женщине материальное, а равно и сексуальное самоопределение. В декрете о гражданском браке, опубликованном в газете «Известия Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов», читаем. Российская республика впредь признает лишь гражданские браки. Церковный брак, наряду с обязательным гражданским, является частным делом брачующихся. Желающим вступить в брак было достаточно явиться в специально созданный отдел по записи браков и рождений и подать заявление. С этого момента пара могла считать себя законными супругами. Заявления не принимались лишь от лиц мужского пола ранее 18 лет, а женского 16 лет от рождения. От родственников по прямой линии, от уже состоящих в браке и от умолешенных. Под рукоплескание передовой общественности Запада был отменен закон о преследовании гомосексуализма. Научных разработок, исследований по сексу у нас в то время было больше, чем в США. Более того, Советская Россия стала первой в мире державой, где был официально разрешен аборт. Это было большим достижением, вообще-то, именно социалистического строя. Потому что аборты на тот, особенно на тот период, есть медицинские показания, несомненные. Есть социальные показания к абортам. Общество не может обойтись без аборта. Женщина сама должна решать, когда ей становиться матерью, а когда воздержаться от этого. И в этом, безусловно, прогрессивное веяние. Потому что, действительно, именно женщина должна решать, готова ли она стать матерью. Но, безусловно, разрешение абортов приводит к снижению рождаемости. И это закономерно. С другой стороны, становится меньше подпольных абортов, сделанных кое-как и неизвестно кем, с самыми ужасными последствиями для женщин, которые решались на подобное. Да, подпольные аборты, это, вне всякого сомнения, ужасно. Но и разрешенные, как ни крути, тоже не очень полезны. Предохранятся? Но как? Никто ведь ничего и никому не объяснил. В итоге, на долгие годы аборт стал в нашей стране едва ли не единственным средством контрацепции. Средств предохранения на тот момент практически не было. Даже не было элементарных знаний о том, что можно предохраняться по календарю. Ведь эти знания появились в гинекологии гораздо позже. Разрешили делать женщинам аборт? И делай, сколько в тебя влезет, да? Но вам не расскажем, как вам быть защищенными. У нас традиционно этого нет в семье, как это есть в мусульманском мире. Бабушка и мама рассказывают девочке, папа и дедушка рассказывают мальчику. У нас этого нет, как в иудейском мире, где там раввина объясняет все, что надо, и мальчикам, и девочкам, и дядям, и тетям. У нас вообще ничего. У нас просто такая черная свобода. И в результате большое количество поколений стало ее жертвой. В 1925 году в издательстве Коммунистического университета имени Якова Михайловича Свердлова была издана брошюра некоего Залкинда «Революция и молодежь». Помимо прочего, в ней впервые появились на свет знаменитые 12 половых заповедей революционного пролетариата. Среди них были и такие. Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата. Половой акт не должен часто повторяться. Половой отбор должен строиться на линии классовой революционно-пролетарской целесообразности. Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешиваться в половую жизнь своих сочленов. Ах, Муська, Муська, тебе не стыдно, а? Ты же пролетарского происхождения. Какой ты породой? Помощный. А пролетарского чутья никакого тебе нет. Тебе же говорят, хватит, не надо. А ты опять за свое. Неужели опять ботинок наделала? Да нет, опять обрюхатила. Опять? Не знаешь от кого. Муся. Бесстыдник. Котенчик кому-нибудь нужен? Вот видишь? Не нужен. В своей книге «Половой вопрос в условиях советской общественности», которая вышла в свет уже после смерти Ленина в 1926 году, эту последнюю заповедь Залкин сформулировал еще более образно. Половое влечение классово-враждебному, морально-противному, бесчестному объекту является таким же извращением, как влечение человека к крокодилу, к орангутангу. Сегодня это воспринимается в первую очередь как анекдот. Но в то время эти заповеди стали, по сути дела, первой ласточкой. Времена менялись. Ленин, главный идеолог свобод, умер. Ему на смену пришел Сталин, при котором никаких свободах в течение очень долгого времени никто и помыслить не мог. Если мы посмотрим на мировую историю, то вы увидите, что чем тоталитарнее государство, тем в большей степени эшелон власти пытается контролировать, приватизировать и командовать в сфере любого частного, в том числе и сексуального. Выходили книги, исследования полового поведения, молодежи, пролетариата, работающих, неработающих, женщин. У нас Фрейд выходил на полными сериями, что на Западе никогда не был, полным совранием и сочинений, с хорошим анализом. С 24-го года это начало сворачиваться, 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 маятник ушел в другую сторону. Общество далось, стыд было, тихо закрыто, а потом его руководители уничтожены совершенно по другим причинам, вовсе не потому, что ходили по Красной площади обнаженными, и мораль стала меняться на более пуританскую, на более нормативную. Кстати, партия в последующем очень негативно относилась вот к тому периоду, когда проповедовала сексуальную свободу, сексуальную распущенность. Достать снимки, достать протоколы, достать документы об обществе далось стыд труднее, чем какие-то документы НКВД. Фотографии демонстраций обнаженных на Красной площади их несколько десятков, но все они так были упрятаны в архиве партии, что до них довольно трудно докопаться, хотя некоторые из них вывезены за рубеж и они ездят. А следом за долой стыдистами под карающую руку нового времени попали проститутки. В условиях унизительной бедности и беззакония времен гражданской войны проституция стала едва ли не единственным способом прокормиться для многих женщин. Идея большевиков о том, что как только уйдет из общественных отношений классовая эксплуатация, проституция отомрет сама собой как пережиток прошлого, не сработала. Стали на путь репрессии. То есть, значит, причем в начале, еще в 20-е, в конце 20-х годов, установка была такая, мы не боремся с проститутками, мы боремся с проституцией. То есть, надо создать такие условия, чтобы женщины не должны были вынуждены продавать свое тело. Но оказалось, что это не получается, воспитательные меры не работают. В результате репрессии обернулись против самих проституток, последовали их, выселяли, помещали в лагеря, там, бог знает что еще. Потом разобрались и со всеми остальными сексуальными свободами. Были запрещены аборты. Стране, которая стояла на пороге Великой войны, нужны были солдаты. В том же уголовном кодексе 1936 года, который запретил аборты, появилась и знаменитая 121-я статья, которая превратила гомосексуализм в уголовно наказуемое преступление под названием мужеложество. Кодекс уголовный 1936 года, который сталинское порождение и порождение так скажем уже законодательное утверждение принципов военного коммунизма. Он сдвинул все, в том числе и регламентацию сексуальных прав. в том, что советская власть действительно залезала в постель. За всем следили, допрашивали соседей, все дела разбирались на собраниях и так далее. То есть это абсолютно не предстоит, но коммунистическая партия и советская власть, они не допускали существования чего бы то ни было интимного. А это Любовь Орлова-то. Какие они платья выказюлистые были? Ну, когда она эту циркачку изображала? Ну, в кино. А, это в фильме цирк что ли? Ну, ну да. Ну, там же она играет иностранку, ну, а в других картинах она ходит в рабочей роде. А что вы имеете против рабочих? Не, не, избавь Бог, ничего не имею против. Ну, согласитесь, батенька, хорошенькая женщина, я так сказал, красавица, напяливает на себя брезентовые брюки, а еще тело грейку. Мне это лично не нравится. Женственность скрывалась женщина, женственность не поощрялась, и комсомолку могли осудить, если она каким-то образом старалась принарядиться, прихорашиваться и стараться привлечь к себе внимание, ее могли осудить на комсомольском собрании, пропесочить, как тогда говорили. Женщина с веслом надолго стала идеалом советской женщины. Парады спортсменок наглядно демонстрируют эту установившуюся асексуальность. Казалось бы, голые руки и ноги, трусы вместо длинной юбки, которую женщина до этого носила веками. Но нет, не сексуальное чувство возникает при взгляде на них, а, пожалуй, жалости. Во что превратилась красивейшая из женщины русская женщина? Женское белье 19 века было гораздо более эротичным, симпатичным и изящным, чем белье комсомолок. Там простое, х, б, такое, что без слез не взглянешь. А вот в 19 веке пусть даже панталончики, но они с такими миленькими кружевами, с завязочками, подвязочками, корсеты, которые украшены тоже кружевыми лентами, гораздо более изящное белье. И даже у крестьянок и то у них тоже были праздничные сорочки, и те сорочки, с которыми, допустим, ложились первая брачная ночь, или ложились после бани, тоже было какое-то праздничное белье. А у комсомолок, извините, это было асексуальное белье, абсолютно антисексуальное, я бы даже сказала. В советские времена были некие нормы, эстетики мужского тела. Ну, например, участником парада не мог быть мужчина с растительностью на груди и на ногах. Брили, что ли? Ну, эпиляции в то время, по-моему, не было. Да, да, наверное, брили. Не, я не брил. Да я что-то вас и среди участников парадов ни разу не видел. Это потому, что вас там самих отродять не было? Да, да нет. Бывали и участвовали. Лишённые волос торсы, отсутствие слишком рельефных мышц, вот эталон мужчины 30-х годов. Но только на параде или на спортивной площадке. Там практически голые люди не удивляли и даже не возбуждали. Зато жесточайшим гонением подвергался любой, у кого бдительные органы обнаруживали что-то даже отдалённо похожее на эротические картинки. Невинные эротические снимки, не говоря уже о порнографии, наказывались безумно жёстко. Так как будто это были какие-то идеологические подрывные вещи. Скажем, моряка, который привёз совершенно невинный эротический журнал, он больше в море никогда не выходил. Я в своей врачебной практике сталкивался с такими случаями. Даже врачи-сексологи, специалисты не могли провести из зарубежных командировок никакую книгу по сексологии. За наличие одного порнографического снимка или даже эротического безжалостно исключали из комсомола и из партии. Вот такое жёсткое отношение было ко всему. А потом запрет на секс в искусстве. Он действовал практически до хрущёвской оттепели. Этот первый фильм «Летят журавли», где был показан поцелуй. Раньше только начинали две головы сближаться в экране и свет-газ. А тут им дали поцеловаться на весь экран. Народ ошалел. Буквально от этой картины. И при этом верхушка партии жила совсем по другим моральным нормам и правилам. Сексуальная свобода стала чем-то вроде спецпайка в спецраспределителе. Достиг определенного уровня, получая вместе с колбасой, красной икрой и сексуальной игрушки. До сегодняшних дней дошли почти былинные истории про похождения Михаила Калинина, поклонника таланта балерин из Большого театра, про 900 любовниц Берии, про собрание порнографических журналов и открыток, которые нашли, когда арестовывали Ягоду. А действительно, прекрасные супруги Анастас и Ашхен Микояны так всю жизнь и прожили нерасписанными. Ну вот, партийные низы уже должны были и расписываться, уже и критиковалась сексуальная свобода, сексуальная неверность, даже эпизодическая, обсуждалась на партийных собраниях, и за связь на стороне, причем там, это могла быть связь даже с членом той же коммунистической организации, с той же партийной ячейки, людей исключали из партии. Многие начальники, которые запрещали эротическое искусство своим подчиненным, они на самом деле имели и Гарема, партийные руководители, и смотрели и эротические, и порнографические фильмы в закрытых распределителях, и в закрытых, так сказать, в этих направительственных дачах. Об этом когда-то хорошо писал Александр Галич, о ночами, о ночами для ответственных людей, для высокого начальства, крутят фильмы про людей, все это было. Совершенно невинные формы сексуальной жизни считались ненормальными. Оральный секс даже в судебной практике определялся как извращение. Но больше всего досталось гомосексуалистам. Любовь женщины к женщине никак не преследовалась. А вот мужская однополая любовь на долгие годы стала статьей в уголовном кодексе. Поговаривали, потому что оказалась она исключительно выгодной для власти. Любого политически неугодного, но половозрелого мужчину можно было по ней посадить с легкостью. Достаточно, чтобы любой молодой человек пришел и пожаловался, что Иванов к нему приставал, и Иванов получал от 5 до 10 лет строгого режима. И тот факт, что у Иванова есть жена, дети, любовница, и никакой он вовсе не гомосексуалист, этот факт никем во внимание не принимался. Аборты вновь разрешили уже в 1953 году. Статья замужеложства была отменена только в начале 90-х. К этому моменту следственные органы выявили и посадили за решетку сотни людей, ничуть не смущаясь тем, что 90% из них на самом деле были убежденными гетеросексуалами, имели жен и любовницы. Я скажу одну очень крамольную вещь, что отношение к сексу это самый четкий индикатор вообще свободы общественных нравов, то есть вот свободы как ну вот политического климата в стране. Вот когда меняют налоги, там может быть экономическая целесообразность, там бывают клановые интересы, но это не показатель свободы, есть страны с большой степенью свободы и с плохими экономическими условиями, но отношение к сексу всегда коррелирует с полицейским вот с напряженностью полицейского отношения к людям, потому что и свобода сексуальная это право вот человеку быть самим собой. Да, забавная штука, даже редко кому в голову приходило. Вот в советское время как в народе называли милицию, НКВД, КГБ, как? Ну, органы. Совершенно верно, органы. А когда ты вступаешь в партию, ты кем становишься? Кем? Членом партии. Вступил ты, ты член. А когда тебя выгнят, ты уже не член партии. Тогда и тому начинает интересоваться вот те самые органы. Это вам не надо заинтересоваться органом. Да-да-да, огородик какой-то чушь. Я как дура чушь. Слушай. Но это же правда. Стыдно слушать. Да-да-да, стыдно, стыдно. Вы же человек как-то гордовая какую-то генотинь. замолчатый. Да, я обиделся на тебя и ушел. Понял? Все. Куда же, батенька, уходите? Ну давайте продумать дискуссию. Вот. С вами не соскучишься. Субтитры сделал DimaTorzok